Неймар стал на десятки, а то и сотни миллионов богат. Контракт с мадридским Реалом и теперь отступные ИСПО. Ни много ни мало, 700 миллионов евро. Ларис Сан-Джермен? Да, ну это все в маркетинге. История, новый комплект, но игра пока старая. Обычное, кстати, дело для больших клубов, потому что у Барселоны тоже были сам. Сейчас потихонечку так становится тем Ковачичем, которого вообще-то когда-то Реал покупал. Просто тогда возникали вопросы, зачем он нужен, и его первые матчи, первые месяцы, может быть, даже в Королевском клубе, не очень-то, например, Кубка Испании между этими командами. Ну, часто так бывает, что суперрезультативные матчи между Реалом и Барселоной вселяют надежду, что так будет всегда. Но вот там за последние 20-25 матчей, по-моему, если не ошибаюсь, столько раз, когда команды не обменялись забитыми мячами ворот друг друга, это была победа Бунгама. Барселона здесь против Реала. Поэтому политическое поражение, там есть война эта политическая, но можно выиграть битву, но по итогу самого себя и в Англии, и в Италии был. Ну, начнем с того, что он воспитанник Барселоны, просто сразу заиграть не получилось. Подача, ну, то же самое можно сказать про Джерар Пике, он тоже воспитанник Барселоны. Иньеста. Месси. Ускет с пяткой оставляет мяч Месси. И опять Ковачич. И опять Ковачич рядом с ними сейчас безупречно играет в подкатисе. А здесь уже подкат не безупречный, а очень грубый. На газоне оказывается и Казимира, и Месси. Желтая карточка в руках. Арбитра Рикардо де Бургаса Бонглече. Как всегда, Серфио Рамос оказывает давление на баскова арбитра. Да он на любого. На Балусийского, Кастильского, какого угодно. Арбитр будет оказывать давление. Ну вот, Серфио, я так понимаю, Бускец говорит, иди извиниться. Иди извиниться. Он говорит, да, я пошел извиниться. Передмеси, желтая карточка, не вызывает никаких вопросов. Ну вот, еще раз момент. Ну, вопросов никаких, конечно, абсолютно. Казимира вообще практически в каждом матче выходит с желтой карточкой на Рамосу. И снова ряду. С правой может Марселло. Перевод на Ковачича. Рядом есть Казимира. Получает он мяч. Удар поворотом. Казимира забивает большим праздником. В общем-то, в празднике-то в последнее время все чаще и чаще у Казимира. Ну что, так вот складывается, да. И тем не менее, все-таки... Месси опять рядом с ним Ковачич. Уже можно об этом не говорить. И так понятно. Месси... Что делает, да? Что делает? Даже через судью пытался сейчас сыграть. Не хватило судьи понимания, да, чтобы тонко сыграть здесь стенку слева. Не хватило техники судья, чтобы... Поэтому он судья. А тем не менее, в этом карточку получает бускец. Тут такая свалка началась в борьбе за этот мяч, что не поймешь, что там правило нарушал. Но досталось и Казимиру. И Месси, и Бускет здесь тянулись за этим мячом. Ну, пожалуй, да, наверное. Передача на Марселло. Казимиру опасно. Нет, он здесь не решается пробить. Карвахаль, подача. Бэйл! Ну, Анхиль Ди Мария. Может быть, что-то подобное мы увидим и сегодня. Альба, 18-й справа. Олейш Видаль, номер 22-й. Бускет, 5-й номер в опорной зоне. Иньеста, 8-й и 4-й номер. На самом деле, это очень качественная мыльная опера. Это сериал. 269 серий уже. По цифрам. Но по содержанию, конечно, не самое. Увлекательное и веселое. Ну, конечно, в чемпионате будет совершенно по-другому. Естественно, там совершенно другие. Играет куда-то слишком далеко назад. Снова Луисуарес. Мячом он штрафной площади. Передача на Месси. Тот выскакивает, успевает подобрать мяч еще. Больших-то игроков у Реала, в смысле антропометрии, в атаке нет. Ни Бейла, ни Бензима, ни Роналду. Ну, а может быть, и не надо. Зато есть очень быстрый Сенсио, который в случае чего может убежать. Или вот такую комбинацию разыграть с Лукасом Баскесом. Ииско, и еще есть умница Ииско, который, конечно, может что-то придумать. Там стык сейчас чуть ли не разорван. В пользу реакции.